Значит, я ее представляю из трех слоев. Ее построили именно наши предки, предыдущая цивилизация, и это было настолько универсальное явление и настолько отработанное технологии, что мы сейчас их и осознать-то, в общем-то, с трудом можем. Некоторое осознание, вот у меня на работе, допустим, я занимаюсь кварцами, кварцами-генераторами, завод наш, самый старый в России занимается кристаллами кварца. Я вам просто расскажу такую историю. Когда немцы окружили уже Санкт-Петербург, у нас использовалась сигнетова соль в качестве пьезоэлементов, из которых делали громкоговорители. А что я хочу еще про эту сигнетовую соль и почему связана она вот с этим? Вы понимаете, когда начались боевые действия, ведь мы постоянно наступали, отступали, и наши, и немецкие войска рушили систему связи, шпалы на дорогах разбирали, и нужна была связь. А чтобы связь осуществить, ну сейчас мы всегда, мобильный телефон, нужны зарядные устройства и аккумуляторы. А столько аккумуляторов и свинца не было, пули надо было лить. Не было электрических, как бы работало устройство связи, вы понимаете. Радиостанции и все. А на чем работать-то? Где их брать? Пехота, это у них же генератор с собой не таскали. И вот в этот момент в Душамбе нашим заводам создается уникальная вещь, вот по технологии древней. Значит, создается устройство связи, которое работает без топлива, без энергетических устройств. Это были телефоны полевой связи, в которых использовался сигнета электрик, то есть сигнетова соль. В микрофоне и в динамике. Сигнетова соль, если на нее звук давать, она сильный пизоэлектрик, она вырабатывает сигнал. И на той стороне слышно. То есть они сделали телефон, в котором не было батареи. И была такая вот ручка, там ставила магнит, покрутили, сигнал вызвал. А дальше просто был микрофон с сигнетовой соли и энергия сигнала вырабатывалась кристаллом. И поэтому во все воинские части стали поступать вот такие полевые телефоны, которым не надо незарядное устройство и не надо аккумулятора. И это было уже во время войны. Сейчас у вас таких устройств нет. Никто вам их не даст. А тогда вот нужно было, и создали устройство, которое работало без топлива, только на кристаллах. И работало, и хорошо слышно было. На километры связь проводки тянули, и можно было разговаривать во время артиллерийской стрельбы. Вот все, что вы там видите, крутится. Вот такие устройства были сделаны. Значит, вот обратите внимание, наши предки, наши боги той цивилизации, они построили три слоя таких бестопливных энергетических устройств. Первый слой находится у нас за полярным кругом. Я его называю сейдовой сетью. Там примерно вдоль берега Белого моря, или Северно-Ледовитого океана, находится целая сейдовая сеть с плотностью примерно 100 штук сейдов на каждый квадратный километр. Эти сейды, приподнятые на камнях, выстроены в целую сеть, направленную примерно на Северный полюс. И все эти линии выходят на берег океана. Сеть эту, ну я их называю силовой линией Волкова Василия Васильевича. Это наш петербургский исследователь, военный топограф. Он эту сеть обнаружил и научился ее мерить. И вот там есть две работы у меня на сайте, можете их потом посмотреть. Он рисует, как эти различные устройства работают. Вот через сейды идет энергетический поток, который можно измерять приборами. Но он довольно узкие лучи создает. Прибор для измерения это любой прибор, измеряющий радиоактивное излучение. То есть в том месте, где идет силовая линия, допустим, вот здесь выходит, если поднести этот прибор, то вот камень здесь будет излучать больше ионизирующее излучение, чем в других местах этого. То есть это небольшая, там такой пятачок. И если посмотреть эту линию, куда она направлена, он будет направлен на другой сеть. И они образуют такой, как тригопункт сети. То есть по этим древним камням, приподнятым над землей на трех камнях, идет какая-то энергия. Идет она от Северного полюса. Что за энергия? Непонятно. Но она вызывает на поверхности камня ионизирующее излучение. Сейды, как и Мочелов Игорь говорит, и как Волков говорит, легко обнаружить, потому что любой из... От простого камня, как их отличить? Любой сейд подавляет вокруг себя растительность. А камни не подавляют. То есть вот видите, вот такие вот черные площадки, где даже моху не дают расти. Именно сам камень подавляет. И их сразу видно. То есть если камень рядом, вот здесь лежит, и он не сейд, он будет заросшивить. И зарастет так, что уйдет, и полностью зарастет. На сейде никогда не будет. Вот такая черная, выгоревшая, как выгоревшая земля. Вы знаете, мы считали, что по Земле существует три энергетических системы. Система пирамид, которая создавала физическую энергию, которая использовалась в инсперментах. Система дольменов, которая психическую энергию каким-то образом собирала и связывала. И сейдов, которая... Все, вот абсолютно об этом я и говорю. А эти три системы, я их сейчас говорю. Это вот вы даже не слушая мою лекцию, вы называете именно то, что я сейчас расскажу. Я буду рассказывать про эти три системы. Первая система сейды, вторая это будут дольмены, и третья это будут пирамиды. Вот эти три системы построили на бой. Это я пришел, не читая мая вообще. Это я из-за того, что я изучал просто мегалитическое то, что... Вот эта система сейдова, она самая загадочная, потому что она до сих пор действует на севере. Значит, зимой на сейдах нету шапок снега. Все другие камни заваливают снегом, а они стоят открытыми. То есть, это явно говорит о том, что там энергия выделяется. Какая энергия, то точно не ясно. Значит, вторая система, уже более понятная, это дольмены-курганы. Значит, вот энергетический слой, который связан с дольменами, он работал на энергии земли. Устройство дольмена, вот я вам примерно показываю структурно. Это делалось обычно пяточные, либо камни, либо плита. Внутрь помещались нелинейные керамические изделия. Ну, их даже так называют дольменные сосуды. Они криволинейные все были. И в них добавляли кальцит, ракушки, и делали их очень тонкостенными, но очень звонкими. Прокалывали их, специально делали вот такие штрихи, и прокалывали насквозь. То есть, пользоваться этим сосудом, как для воды, для молока нельзя было. Они были очень хрупкими, и их не лепили на круги, их только руками вылепили, они все были кривые. Я считаю, это нелинейные преобразователи, которые разбивали низкочастотную волну на гармонике и позволяли работать дольмену. Дальше все дольмены представляют из себя рупоровидные строения. То есть, у них камера к тыльной стороне сходилась, как рупор. То есть, энергия, которая попадала с земли, проходя через нелинейные преобразователи, разбивалась на более высокочастотные гармоники, что я вам рисовал, на более высокие частоты. И дальше вся эта частота, отражаясь от верхней и нижней плиты, постепенно шла к портальной плите. Портальные плиты дольменов всегда сделаны в форме линзы. Причем в форме двух линз. Это пишет и Марковин, и другие археологи. Но при этом надо учесть, здесь есть очень такой момент, что Марковин считал и гробницы тоже дольменами. Он разделил гробницы от дольменов Резепкин, Алексей Дмитриевич, наш питерский археолог, и самый известный исследователь на сегодняшний день из археологов, из официальных. Археолог официальный, да? Он у нас в Институте археологии. Ну, здесь Институт материальной культуры. Что такое звуковое тело? Значит, нет, я рассказываю, подождите, подожди. Значит, вот Резепкин отделил дольмены от каменных гробниц. У остальных археологов они не отделены, в том числе у Трифонов они не отделены. Поэтому, когда Резепкин отделил дольмены от гробниц, в дольменах нету захоронения. Там отсутствует захоронение. Всего найденных было два дольмена, нетронутых полностью, и в обоих не было захоронения. То есть утверждать, что они сделаны для захоронения, получается необъективно. В результате смотрите, что происходило. Вот этот звук, пройдя через линейные, нелинейные преобразователи, разбивался на более высокую частоту. И вся эта частота шла вот в эти две линзы. И линзы фокусировали на определенном расстоянии от фокуса звуковое тело. Это объемный звук. Ну вот у нас есть, видите, фокусировщик. Вот он стоит с двумя системами, с двумя линзами. Я вам ее показываю. Вот он, диапроектор. Как работает диапроектор? Туда помещается лампа. Это волновая энергия, согласно свету. В нее помещается материальная пластина с информацией. Информация это не материальный объект. Это то, что лежит на энергетической основе пластины. Дальше волны проходят через эту пластину. И через систему двух линз на экране образуется информация. Волновая информация. Она сфокусирована именно этими двумя линзами. И вот эта информация, те, кто сидят уже у экрана, на них действует. Вот сейчас на вас действует волновая информация с этого экрана. Понимаете? Она вот этой камерой, в которой есть источник волновой энергии, и есть моя флешка, на которой есть информация. Она снимается, но она воздействует. Аналогичным образом работали и дольмены. Но в качестве съемной пластины они использовали генный материал. Вот я говорю, что там не было захоронений, но там были... Значит, вот в двух дольменах в одном ничего не нашли, а в другом нашли такой. Дольмен полностью запечатанный, нетронутый, достоверно известно. Был слой камней, потом была глина, в которую были замешаны маленькие косточки. Мизинчик, там, ну, около 50 косточек. И сверху еще слой камней был. Камни и глина, это не могли туда попасть, он полностью герметичный был. Значит, смотрите, что они сделали. Они взяли где-то какие-то косточки каких-то людей, замешали в глину, залили на дно дольмена, камушками заложили, и поставили напротив менгир, тот столб, на который фокусируется. То есть, энергия Земли проходила через эту глину, и считывала информацию, я считаю, ДНК информацию, да, с этих косточек. Потому что в косточках сохраняется ДНК молекул, у него период полураспада 500 лет. И в результате вот на этот столб выходила волновая звуковая информация с ДНК, которая была вот в этих мощах. И отсюда подумайте, вот у нас церковь без мощей не строят, каждая церковь строится на мощах. А церковь является именно вот этим волновым устройством. То есть, это уже генная технология. И она работает на бестопливной энергетике, от энергии Земли, заметьте, да. И это довольно сложное сооружение дольмены. Там некоторые плиты больше 20 тонн, да. Внутри камеры хорошо обработаны. Вот здесь вот камера гладкая. А снаружи их вообще не обрабатывали. А зачем? То есть, там четко просматривается волновая энергетика, да. Значит, с теми дольменами, что пустые, тоже понятно, для чего они использовались. Это очень очевидно из волновой энергетики. Вот я вам из работы Резепкина привожу пример. Это курган Серебряный на Кавказе, страница Новосвободная, бывшая царская, да. Там находился самый большой курган на Кавказе, Серебряный, у Резепкина номер 11. Он 150 метров в диаметре, высотой 20 метров. Значит, 36 веков до нашей эры туда пришли дольмены на строители, вот на это место. 36 век до нашей эры, если у нас пирамиды построены в 20 веке, да, это в два раза старше пирамид. То есть, пирамид Хеопса, как считается, еще не существовала. Это практически каменный век. Вот, это четвертое тысячелетие до нашей эры. Приходят люди на Кавказе, и они видят, вот видите, там, восемь маленьких курганчиков, и один побольше, в котором захоронены, как говорит Резепкин, их предки, этих людей, которые пришествуют. 800 лет назад. И эти люди решают вот над этими могилами насыпать огромадный курган. Ну, то есть, где-то 20 тысяч камазов. Гравия надо привезти. Вот они начинают насыпать. Вот этот громаднейший, 9-этажный дом, 20 метров, да, 150 метров, как пирамида Хеопса, ну, 150 метров, ну, поменьше пирамиды Хеопса в два раза, да, начинают насыпать. А вы мне скажите, нам биологи, вот эти все историки говорят, это люди с палками-копалками. Они пришли и знают, что там 800 лет назад их не предки похоронили. Из вас кто-нибудь может указать своего предка, который 800 лет похоронен, и где он похоронен? Привезти нас на могилку, показать. Вот здесь мой предок 800 лет назад умер, здесь вот он лежит. А они, не имея сотовых телефонов, да, не имея систем связи, приходят и строят огромнейшее устройство. Значит, они насыпали линзу, которая фокусирует энергию, идущую из земли. Значит, смотрите, что они делают. Вот здесь в створе линзы сбоку, они вырезают канал и вставляют в него пустой дольмен. Ну, вы фонендоскопы знаете, да, как у докторов? Это вот фокусирующая головка. А сбоку звуковой выход. Вот звуковой выход и есть дольмен. Вот вся эта энергия, которая пройдет через тела вот этих вот древних людей, снимется через этот дольмен, а вот здесь вот в фокусе вот этих двух линз они ставят менгир. Точно в фокусе этих двух линз. Выкладывают площадку 300 квадратных метров, мастят ее, и ее каменным забором. Сюда вот 2000 человек может встать вокруг этого менгира. Значит, смотрите, что они делают. А зачем такие усилия, если они там ягоды собирают только? Значит, у них была какая-то потребность в чем-то, да? Я считаю, потребность была такая. Либо у них стала ДНК меняться, либо они болеть стали, и им нужно было синхронизировать свое ДНК с ДНК первоначальной. Ну, это моя теория, как я считаю. То есть, им надо было взять эту информацию и на свое тело спроецировать. Поэтому они пришли и встали здесь все вокруг этого менгира. Волновая генетика. То есть, это чисто Горяевская теория. И Горяев, я очень... Его хоть и клеймят всяким позором. Я считаю, он пришел сейчас... Он сначала говорил, что это электромагнитное, там, лазером пытался. Но сейчас у него последнее. Он говорит, что это акустика. Что он ее назвал лингва. То есть, он говорит, что словами. ДНК меняется словами. То есть, процессы запускаются словом. То есть, достаточно знать магическое заклинание правильное. Правильно синхронизоваться, включить правильную музыку, которая синхронно бы с твоим телом работала. И на нее дать слово. Вот это, по сути дела, это большое техническое устройство было построено практически в каменном, на заре Бродзового века. Это необъяснимо никак. Ну, как объяснимо? Вот как я вам объясняю. Историки говорят, да, это они вот просто похоронить людей там решили. И такой накопали. Ну, мы вот тоже хороним. Но мы такие не копаем, извините, двятиэтажные дома. Дальмены строились только в предгорьях. Они использовали уже линзы, образованные предгорьем. Вы понимаете, вот когда с горы стекает река, в предгорье образуется холм. Он как фондендоскоп. Эта линза получается несколько десятков километров иногда. Она большая. И они всегда в склоны вставляли вот эти, да? То есть они энергию брали. Ну, что-то земля дала, чтобы не надо насыпать больших холм. Значит, на равнинах холмов не было. И строили курганы. Искусственно сделали эти холмы. Ну, энергию надо как-то сфокусировать. В принципе, устройство кургана аналогичное. Там обязательно ставилась камера каменная. Ну, ложилась там уже не мощь, а древний предок туда ложится, да? Животных. Породистых собак, лошадей. Они породистых туда ложили. Свиней. Всех домашних животных. Породистого человека, скажем так, да? Моих ковчег. Да. И обязательно они ставили вот эти кувшины. И даже я пытался разорваться почему-то всегда парами. И кувшины особые всегда. То есть кувшины, ну, я считаю, что они как раз позволяли делать нелинейное преобразование. А наверху кургана они всегда ставили стелу, либо сажали дерево. И вот эта вот стела, в результате, она вокруг этого холма создавала волновое энергетическое поле. То есть она излучала как бы в горизонте. Для чего они менгир ставили удальменно? Потому что когда с фокуса идет один сигнал, его надо в горизонт раздать. Вот у нас этот передает диапроектор так, а экран мы для чего ставим? Ну, чтобы отразить горизонт, чтобы все увидели, да? Также и здесь эта стела, она в результате образовывался купол. И вот все, кто под этим куполом были, позволяло людям быть разумными. Когда родился разумный человек, он родился от разумного человека. Ни от какого неандертальца не мог родиться, ни от какого обезьяны. От предыдущей цивилизации. Но в моем понимании человек без энергетической подпитки на поверхности нашей планеты не сможет быть разумным. Он деградирует в обезьяну, в животное. И только вот, потому что мы очень сложные, а космос нас облучает и у нас постоянно идут генетические изменения. И чтобы их удержать, нам нужно мощное энергетическое поле, модулированное нашим ДНК. Именно нашим ДНК разумного человека. И вот эти вот строения, везде где жили наши предки, я вам показываю Фелицина Евгения Дмитриевича, известнейшего исследователя Кавказа под Альменом, казацкого офицера. Который вот он проехался у себя по Кубанскому краю и зарисовал везде, видите, курганчики. Они стояли там, где живут люди, через каждые два километра. Значит, везде где жили разумные люди, была построена курганная сеть на равнинах, а в предгорьях дольменная сеть. И так была покрыта вся территория Нечерноземья, и Ладоги, и Архангельская область. Значит, вот эту дольменную сеть, вот эту курганную сеть, начали уничтожать в конце 19 века, когда как раз и начали разделять систему на две энергетических основы. Ее примерно, ну где-то с 70-х годов прошлого, ну 19 века, по данным Уварова, ну и по моим расчетам, где-то 300 тысяч курганов у нас было уничтожено до Первой мировой войны, только вот на территории Нечерноземья России, вокруг Москвы, Питера. Здесь тоже были эти курганы. Какие предлоги-то они? Они археологи, что они искали, значит, там, как они могли уничтожить такое количество, я стал читать, потому что это непонятно. Они, значит, делали так, археологов не хватало, и один археолог приезжал, допустим, в Твердскую, в уезд какой-нибудь. И там за копейки нанимали крестьян двух-трех, и он, вот я читал, один археолог 200 раскопок сразу вел. Эти крестьяне копали, а он каждый день в одно место приезжал, и они забирали только бронзовые, золотые, там, каменные изделия какие-то, а это все выбрасывали там, ну, наших предков выбрасывали, которые должны были в нашем ДНК держать нашу генетику. В 60-х годах целый комплекс Курганов-Подвороничев был. Да, их тысячи были. Значит, мы, вот до этого времени человечество разумное находилось под этим энергетическим куполом, модулированным в ДНК наших предков. И это нас, не было поэтому у нас болезней, там, раки генетические. Значит, прекратилось уничтожение Курганной сети Первой мировой войной. Люди начали сходить с ума, и начались мировые войны. И это прервало, ну, уничтожено почти 90, более 90% Курганов. И дольменов поменьше, ну, тоже около 10 тысяч дольменов на Кавказе. Сейчас известно около 2900, у меня в каталоге есть, который я веду. Но из них целых, ну, процентов 10 только осталось. То есть, энергетическая ДНК-защита на нашей планете была уничтожена. Умышленно, я считаю. Под предлогом археологических раскопок. Значит, а сейчас еще, как бы, вели закон, вы понимаете, что никто вообще раскапывать не имеет права, кроме археологов. Но сейчас уже им не дают так. Ну, уже практически этой защиты нет. И теперь мы должны думать, как мы должны восстанавливать, потому что начались мутации, начались болезни, почти рак. Вот это все, это все того, что мы не можем застабилизировать свою ДНК. Она у нас очень сложная. И мы на поверхность... Нам либо надо уходить под землю, где, я считаю, где живет цивилизация, та, которая вот всем управляет на земле. Либо же здесь нам пытаться создавать новую энергетическую защиту для нас. Либо же нас хотят сделать кем-то другим. То есть, они нас уничтожают? Ну, я не знаю, они не уничтожают, но они уничтожили... Вот это было построено нашими предками, что я вам рисовал. И это было построено до 13 века, до нашей эры. Но часть дольменов продолжали строиться и позже, вы знаете. Но эта технология пришла нам оттуда. И строили их нельзя. И, допустим, в средние века раскопать могилу предков, это было самым преступлением большим. Кощунство нельзя. И на Кавказе, вот благодаря кавказским народам, дольмены, пока туда не пришли, казаки, они сохранялись, потому что они трепетно относились. Хотя это не их предки были. Но все равно, могилы они не давали копать. Для инфарды огромный курган сохранился недалеко от нас, на границе, псковский. Да. Что вы называете? Курган-Дрюрика. Там славяне пряди пробуют. Я нашел карту 19 века, там тысячи курганов у нас были. Курган-Дрюрика, это называемые. Большие курганы, да. Ну, это отдельная тема, много занимаются людей. Но я вам говорю, что технология вот эта, это второй слой был. Второй слой. И вот второй слой уже понятен, для чего он был. Во-первых, я считаю, что, наверное, из этих дольменов, так как они раньше пирамид, скорее всего и были зарождены люди разумные. Каким-то образом. То есть дольмен, это вот то место, где человек из камней родился. Потому что по многим мифам, если брать греческие и наши мифы, то люди из камней произошли. Ну, вот в греческом мифе известно Девкалеон, да, который был сыном Прометея, единственный, кто пережил потоп. Построил ковчег себе, да. Прометея ему сказал построить ковчег. Он пристал в горе Парнас. Я вам греческий миф рассказываю. В горе Парнас. И потом он попросил, у него жена была Пира, и он попросил у Зевса, что давайте создадим людей вновь создать. Так как Зевс считается уничтожен во время потопа всех людей. Кроме Девкалеона. До этого людей создал Прометей из Глин. И они все были уничтожены во время потопа. Вот только его сын Девкалеон, его жена Пира, у него два сына и дочка были. И у греков описано так, что они обратились к Зевсу, что мол, давайте обратно вернем людей на землю. И они как бы, к Зевсу им сказал, ну, вы тогда используйте тело матери нашей богини, тело матери, родившей богов. И они поняли, что надо использовать землю. И они подошли к горе, не помню ее название какое-то, брали камни и кидали за спину. Когда кидал Девкалеон, мужчина там появлялся, а когда Пира. Значит, тот же такой же миф у славяна, у нас есть славянский миф. И она там лада, и кто-то сидели, и тоже кидали камушки, и появлялись. То есть, в наших мифах из камней люди появились, да? Ну, может быть, камни, вот я помню, есть такая теория о кремниевой эре, то есть люди... Да, есть такая. А потом, может быть, они создали людей органических, а мы сейчас... Может быть, да. Тут вариантов... Главное не упираться в авторитеты, да, и пытаться свою мысль сформулировать. И слушать других. Потому что каждый кто-то, кто говорит, ошибочно говорит. Но он все равно продвигается вперед на своих ошибках. Вы понимаете, да? Если вы поймете, что кто-то ошибся, но вы поймете, что он вас продвинул насколько-то. Да. Вот это, вот это главное. Можно еще, вот я хочу... Ну, давайте. Зат, вот можете, пожалуйста, перевистать? Вот здесь остановиться. Я помню, когда-то читал про теорию о терриконах. Ну, не теория, а даже факт о том, что они там развергаются, и все остановят. То есть, холмы созданы из продуктов выработки после добычи каких-то минералов, да? А если, то есть, получался такой холм, он внутри происходили реакции между этих металлами, и они извергались эти терриконы. А может быть... Снова сгорать. Ну, да, типа того. А здесь, получается, накладывали... Здесь это насыпной. ...землю тоже, может быть, какая-то сплесовка происходит? Ну, они здесь, в моем понимании, они просто сделали фокусирующую лидзу волновую. Чтобы вот, видите, фокус направить вот на человека. Отсюда отразить, и вот здесь вот раздать в горизонте. Я вам как связист говорю. Вашу теорию я не знаю, я просто ее ничего не могу понять. Я не знаком с ней. Я вот как волновик говорю, что да, они вот здесь сделали фокусирующую антенну земляную. Энергия, идущая из земли, вот здесь будет отражаться. Ну, понимаете, как спутник в антенне. А вот вынесен излучатель, да? Он попадает в человека, как-то отражается, и попадает в верхний излучатель, и вот здесь вокруг образуется купол. Который как теплица работает. Вот помидоры нельзя у нас выращивать, да, холодно. А мы теплицу построили, туда волновую энергию завели, тепло там, лампочку повесили. И у нас помидоры растут. Вот они как бы сделали теплицу для нас. И называлось это сопка. Да. Ну, давайте, это второй слой. Второй слой. Вот меня поразило то, что Наталья Черниговская сказала, что три слоя. Я про них рассказываю. Тут точно, хотя я еще как бы только вот... Значит, следующий слой это пирамиды. Вот наиболее такой интересный слой, потому что это сложные технические устройства. Сложные технические волновые устройства. Значит, вот из этого я начался, когда мой интерес в 12-м году именно вот с пирамид. Потому что я как специалист радиоинженера этим занимаюсь, да, все время. Я когда это увидел, эти комплексы, я понял, что ну нифига себе, а что это такое? То есть, ну вот, пирамидальные комплексы, пирамиды строились комплексами. У каждого крупного города, Мемфиса, Гизы строились именно пирамидальные комплексы. Вот стандартная структура. Таких комплексов около двух десятков построено в Египте. Значит, они состояли, во-первых, из пирамид, которые являлись усилителями, низкодобротными, обратите внимание, низкодобротными усилителями. А то некоторые мне там в комментариях пишут, о-о-о, там низкодобротность. Вот именно все усилители низкодобротные всегда. Низкодобротный, значит, он может все частоты усиливать. А у резонатора, который колеблется, они всегда узкодобротный. Вот колокол, он узкодобротный, на одном месте. А вот когда в RUPRO я говорю, вот это резонатор широкополосный. Понимаете, да, усиление происходит. Это усилитель, он усиливает все мои частоты, которые я говорю. Разницу чувствуете, когда я так говорю, когда я так говорю? Потому что я вот энергию поставил низкодобротный этот. Он усилитель. Вот здесь находятся все частоты, что я говорю, они отражаются и туда идут. Значит, вот пирамиды, эти рупоры и есть, они низкочастотные. Просто в комментариях к моим лекциям я читаю специалистов, так какие же это резонаторы, они низкодобротные. Именно низкодобротные, я про них и говорю. Это усилители. Вот они, раз, два, три, четыре усилителя стоят. Видите, да? Дальше стоит макросхема в корпусе. А вы смотрите, главный усилитель всегда был в такой рамке, как рамочная антенна. 8 метров толщиной. Это не оборонительная стена была. Они для чего-то строили вот эту вот рамку, заводили ее, ну, как рамочную антенну вокруг этого. Видите? Да. А вот здесь была макросхема, настоящая макросхема, с накрытой крышкой без окон и дверей. Вот здесь были окна, и здесь у них находились колонны разного диаметра, как магнетроны прям. То есть эти окна явно были сделаны не для людей, не для света. Магнетроны это рядом с храмом сети первого, сети второго. Ладно, хорошо, не будем. Ну, вот я вам говорю, что там люди не могли находиться в этом, это называется верхним храмом. Но если там нету в остальных помещениях вообще ни одного окошка, ни вентиляционного, как там в этом храме кто-то мог находиться, да? Дальше волновод каменный, из двух труб, вложенных в друг друга каменных. Внутренняя труба там примерно 50, а наружу не метр. Там человек по-пластунски. Без окон, без дверей, по этой трубе. Чего он там? Полтора километра пол, что ли? Или они говорят, воду качали. А воду? Зачем две трубы-то выпили? То есть это волновой канал был сделан. Понимаете? Волновой канал. И этот волновой канал опускался в реку. И там нижний храм. Опять стояла макросхема закрытая. И стоял вибратор с двумя... Ну, как вилка наша. Вы понимаете, чтобы энергию волновую получать и снимать, должно быть два. Вход-выход. Всегда. Да? И вода у вас еще. Вход, и сток. Значит, как пользоваться? Отбойный молоток как у вас? Входит-выходит воздух. Значит, он... Вот здесь вот берег Нила, и он спускал вон туда вот такие волнорезы. Две антенны. То есть, отсюда я сразу скажу, вот с воды либо энергия сюда шла в пирамиду, либо мы сюда передавали. Точно сказать сразу так вот было нельзя. Но понятно было, внутри большой пирамиды был собран генератор частоты. Вот Хеопс, с чего я начал. Ну вот здесь генерировалась та несущая частота, на которой работала пирамида Хеопса. Пирамида Хеопса работала на частоте при 23 градусов Цельсия, я вычислил, 12,25 Гц. Это нота соль. Тогда там джунгли. Нота соль. Значит, смотрите, как работал, ну вот как работает генератор. Что такое генератор? Это надо взять энергетический поток, вот то, что током называется, материя какая-то должна войти и выйти, которая усиливает ваши действия. Вот здесь стоит несколько добротный усилитель широкополосный, да? Ну вот отбойный молоток, понимаете, вход, давление воздуха входит, выходит. Вот здесь кнопочка. Я щелкнул, а там удар. Это усилитель. Понятно всем, да? Если я вот от этого удара возьму каналчик и пущу его обратно сюда, а вот здесь поставлю резонатор, высокодобротное устройство, которое звенит на такой частоте, вот здесь будет задерживаться сигнал. Если резонатор будет 1 Гц, один раз в секунду, сигнал задержится на одну секунду. И вот здесь я щелкну, здесь ударится, здесь секунду энергия задержится, она здесь будет колебаться, и сюда через секунду на 5 секунд. И у нас устройство будет себя щелкать. У нас получится каждую секунду вот этот усилитель, пока энергетический поток идет, и мы сделали волновой генератор. Так работают двигатели наших машин, на которых мы ездим. Вот здесь педаль газа стоит, вот здесь у нас ну то есть у нас в результате двигатели работают на волновой энергии, на вращении волчка, вот этого, понимаете? А регулируем мы вот здесь ну вы понимаете, когда вы энергию подали, генератор не запустится, ничего не произойдет. Вы должны стартер повернуть, первый ну кто-то первый должен щелкнуть. Даже если я подал энергию, чтобы удар получить, кто-то щелкнул должен. Всегда есть инициализатор. В машине это стартер. Для того стартера нужен, чтобы первый удар сделать. А дальше он сам застучит, как сердце. Значит в пирамиде вот этот вот сердце, оно сделано. Оно сделано довольно непросто. Вот сам главный резонатор, который вот здесь вот, он на 98 Гц. Это саркофаг каменный, он стоит на каменных подставках, его частота 98 Гц рассчитывается легко, как четверть волновой резонатор, потому что он открытый. Был бы закрытый, был бы полуволновой. Дальше, дальше смотрите, сверху над, вот эта камера царя, сверху стоят пять слоев директоров, ну кто антенны знает, и сверху рефлектор, видите, стоит, да? Волновой канал сделан. Нормальный волновой канал. Вот энергия, которая вот эта пирамида рупор собрала, она волновым каналом его вдавливает в резонатор. Видите, вот здесь подходит вход и выход волновой энергии. Энергия подается. Значит, это активная камера. Вот она такая, вот она. Есть два канала. Их называют вентиляционными, но это не вентиляционные каналы, они слишком тонкие и изгибистые. Вентиляцию так никто не делает. Это вот те каналы, что у нас сибирская их река, я говорю, с пальчик толщиной кристальчики идут, и по ним мегаваттой энергии передается. С пальчик толщиной у нас кристаллы металлические. Ну провода. Здесь тоже, но они здесь не металлические, они здесь гранитом выложены, тоненькие. Ну вы видели все, наверное, видели, роботов туда пускали, да? Они не выходят, они выходят на вогнутость. То есть мы видим, что здесь две активных камеры, питающиеся. По моим расчетам, она питается от ветрового потока. Ветровой поток, ветер широко там, он дует всегда там, потому что там североатлантический циклон на Сахаре греется, здесь остужает, и он крутится не менее 10 метров почти круглое время, 24 часа в сутки. Значит, мощность, которую берет пирамида Хеопсия, 2 мегаватта, у меня получается расчетная. Частота, на которой возбуждается вот здесь вот резонатор, на 98 герцах. Дальше у них шла галерея, которая делила эту частоту 8 раз. Октавный делитель стоял. И вот сюда уже частота 12,25 попадала в нижний вибратор. Нижний вибратор это камера, выдолбленная в основании скалы, на которой стоит пирамида. Ее расстояние между стенками 14,7 метра. Очень параллельных стенок. Ученые до сих пор не знают, как они смогли сделать такие параллельные стенки. Там потолок никакой, другие стенки тоже обломлены все, пол тоже весь исковеркан, а две стенки абсолютно параллельные. А им и не надо было потолок делать и стенки, им нужно было полуволновой резонатор. Что такое полуволновой резонатор? Это две параллельные пластинки. Вот два зеркала, представьте себе, я сделал, сюда луч света пустил, и если я сделаю абсолютно параллельно, луч света будет отражаться здесь, и он будет вечно, миллион лет здесь отражаться. Потом я принесу, открою, и он выскочит. И это в случае, если у меня добротность, будет бесконечность. Что какая-то добротность? Ну, не будет здесь поглощения тепла, да, и абсолютная параллельность. Если я чуть-чуть искажу, понимаете, он так тык-тык-тык-тык и выскочит. Вот сколько раз он здесь колебнется, такая добротность. Вот мы делаем кристаллы кварца на заводе с параллельными стенками, у нас 10 миллионов раз может вот так вот тык-тык-тык. Но это трудно сделать. Это мы лазером снимаем, там, шлифуем, лучше параллельные стенки. То есть по параллельности стенки можно судить о развитой цивилизации. Чем параллельнее стенки, тем более развита цивилизация. Значит, те, кто пытались померить вот здесь вот стенки, они получили погрешность своих приборов. Никто не знает, как ему... А историки, археологи говорят, а они-то недостроенная камера. Они, видите, потолок, все там недостроили. А стенки-то параллельные они сделали. Значит, в результате вот здесь они создали резонанс на инфразвуковой частоте 12-25 Гц, на ноте соль. И в дальнейшем эта частота использовалась для работы всей вот этой пирамиды. Что излучала пирамида, когда работала? Она излучала инфразвуковой музыкальный ряд на инфразвуковой октаве. Мы начинаем работать, наш слух, с контрактом 16 Гц, я вам рисовал, да? Ниже 16 Гц считается, мы не слышим. Значит, от 8 до 16 инфразвук лежит. Вот пирамида Хеопса работала на октаву ниже человеческого звука. Значит, вот центральная несущая частота у них 12-25 Гц. А вот еще там камера, которая была от камеры царицы, и вот здесь у нее ступенька была, эта камера царицы вырабатывала еще 6 дополнительных частот. И в результате вот пирамида, вот эти 6 дополнительных частот, когда излучают, в радиотехнике всегда образуется зеркальная полоса. Еще 6 частот отражаются. Ну, нельзя передать сигнал несимметричным, он должен быть симметричным. Значит, образуется зеркало. И всего, получается, пирамида передавала 13 тонов, состоящих из 2 команд по 6 человек и 1 нагаля. Как он у вас? Нагаль, да? Нагваль. Нагваль. Вот, в принципе, пирамида передавала 13 частот. Одну особую, которая называется несущей энергосистемой, которая у нас сейчас 50 Гц, в 4 раза выше, то есть, что была в пирамиде. Отсюда я считаю, что у нас после пирамиды прошло 2 октавы. Потому что мир ускоряется, обыстреется. Ихняя частота синхронизации энергосистемы была в 4 раза ниже нашей. Потом появилась, я мерил в некоторых храмах в Казанском соборе частота синхронизации 25 Гц. Когда ветер дует, купола резонируют на 25 Гц. То есть, получается, вот с момента постройки пирамид прошло 2 октавы. И частота синхронизации нашего полушария она 50 Гц именно отсюда. А дальше, вот здесь, вот эти 6 частот, они и были тем древним родом диатоника. То есть, они, вот есть, и начинался их ряд, вот смотрите, если посмотреть, пирамида была сложена из известняка, да, если посмотреть скорость звука в известняке, то самая низкая нота была ля. И она была примерно 6,9 Гц, примерно как частота шума. То есть, вот 230 метров вот в пирамиде Хеопса четко согласовано. В результате, вот весь музыкальный ряд, да, соль, соль была несущая, и еще были зеркальные. Но зеркальные просто отражали, они не могли быть информационными, понимаете? Это как зеркало просто. Вот эта вот информация может передаваться здесь, но здесь она как в зеркале. У нас сейчас в радиотехнике, когда мы передаем в радиостанции там, ФМ Москва или что-то там, у нас тоже берут несущую 104 ФМ, на нее музыку, допустим, ноты надели, в эфир вот это вот идет, но это подавляется, обычно, либо на передатчике, либо в приемнике. А в приемнике и несущая удаляется, мы только вот получаем вот эти вот ноты музыки, да. И отсюда получается, что пирамида Хеопса буквально пела на частоте, которую сейчас мы не слышим, на инфразвуковой частоте. Но если бы человек был больше в два раза, я думаю, он бы слышал эту песню. И скорее всего Сфинкс пел, когда пирамиду запускали, Сфинкс просто пел. У него так сделаны вот лапы, как большой камертон, как антенна. Тело и голова, там нелинейный получается тоже звук повышался. И скорее всего вот эта косынка, вот этот звук, что звучал, он на более высокой частоте повторялся устами Сфинкса. И Сфинкс буквально повторял мелодию, которая излучалась пирамидой. Кроме того, у нее был истинный вход, я не знаю, управлялась ли, менялись ли эти частоты, как-то мелодия какая-то была. Но далее, значит, я когда вот точно размер камеры определен, я нашел, тут нужны точные размеры, чтобы все точно частоты... Четыре раза в году менялась. На солнцестоянии. Ну вот это я не знаю, конечно. Так надо учитывать, что еще пирамида была оплицована к камню. Ну, это, в общем-то, не играет роль. Можно вместо пирамиды любую гору пирамидальной формы использовать, если создать внутри структуру генерирующую. Гора, в общем-то, как фокус используется, в моем понимании. Но пирамида, видите, у нее энергетические каналы шли. Значит, они, скорее всего, с грани снимали какую-то еще энергию, которая питала это все. Но, что я хочу сказать по нижней камере. Главное, конечно, я вот построил от минус 100 до плюс 100 градусов. Понимаете, скорость звука меняется в воздухе в зависимости от температуры. Вот я вам написал. При 100 градусов она вот такая. И я просто вот здесь вам нарисовал. Если бы температура той гранитной скалы или воздуха в нижней камере пирамиды менялась от минус 100 до плюс 100, то частота этой камеры вот так бы она, как вы видите, при 23 она находится где-то вот 12-25. При 20 градусах она точно совпадает с 12 герцами ну вот фрактально согласованного ряда. В результате при минус 10 она переходит в фа диез. Вот нам Уваров говорил, что там на фа диез он ее проделал. И утверждает, что она резонирует на фа диез. Значит, это при минус 10 градусов появляется. При минус 40 нота фа. Вы понимаете? А вот эти вот частоты, что излучают, когда вот центральная меняется, они либо сжимаются, либо разжимаются. Вот этих 6 дополнительных. В результате начинает, если меняется температура на поверхности Земли, пирамида начинает петь. Как гармошка. Как дниха работает. Да. Да. За счет того, что вот смотрите, даже можно понять, То есть центральная нота у нее вот от ре диез доля. Ну вот от плюс 100. А вы поймите, что от минус 100 до 100 это диапазон жизни. То есть мы не можем при плюс 100 уже жить на планете. Мы можем от минус 40 ну до плюс 60. Значит смотрите, теперь еще некоторые особенности, чисто мои как специалиста по волновой энергетике, ну как радиоинженера. Какие особенности есть еще в пирамидах? Ну во-первых, я вам вот показываю вот уникальнейшая структура. Рядом с Хеопсом стоит пирамида Микерина. Если в пирамиде Хеопса всю структуру выкладывали в виде гранитных этих, да, и известняка из гранита часть структуры. Это очень сложно было строить и выкладывать эти канальчики все. То в Микерина они просто вырезали в скале вот эту структуру, потом сверху взяли, поставили пирамиду, широкополосный усилитель и только вот канал положительной обратной связи, что я вам рисовал, туда завели. Вот сюда они поставили регулятор, потому что канал связи надо регулировать под частоту, да, задержку. Это мы в радиотехнике делаем специально, всегда регулируем. В телевизорах это ультразвуковая линия задержки была. В пирамиде Хеопса они сюда поставили гранитные пробки, когда регулировали. В Микерина они вот здесь вот с помощью вот этой камеры они просто наносили бороздки на эту и получали звуковую линию задержки. Вот здесь вот они регулировали частоту. Но вот это я вам привел даже не за то, что это красивая структура, которая меня поразила. Я привел вам вот из-за этой шестимодовой камеры. Вот помните эти шесть частот, которые с центральным передавались. Просто в пирамиде Хеопса чтобы эти шесть частот посчитать очень сложно. У них там сложная схема преобразования с помощью нелинейных отражателей. Там есть такие ступенчатые эти. Там сразу непонятно что там шесть частот. Я сразу не мог понять как они... Там сложная схема. А здесь схема простая. Смотрите, они просто берут шесть резонаторов. Вот у них главный резонатор. Вот отрицательная обратная связь, которая стабилизирует все. Вот пошла на делитель и на вибратор. И сюда они подмешивают шесть частот. Видите? Тут по-английски написано. То есть это где-то за границей тоже понимают? Да, я когда писал это в своей статье, я в тринадцатом году опубликовал, я сделал и на английском, и на русском на своих картинках. Это я написал. Специально для английских. Меня что удивило? Во-первых, сразу видно эти шесть частот. Понимаете, да? По отношению к несущим. Меня удивило то, что те, кто делали это радиотехническое устройство или звуковое устройство, волновое устройство, да, низкочастотное, они, эти шесть информационных частот, сделали поляризацию. То есть смотрите, они четыре частоты подали в одной плоскости, а две в другой. Мы в радиотехнике не делаем поляризацию сигнала внутри никогда. Мы сам сигнал уже, вот когда передаем антенну, у нас антенна может либо вертикально, либо горизонтально стоять. Поляризация сигнала может вот так идти, либо вот так. Телевизионная антенна у нас сделана вот так. А радиопередатчики, чтобы не мешаться, вот так. И они не мешают. Где она находится? Мехерина, она находится рядом с Нагизи. Поменьше пирамиды. Она рядом с Хеопсом. Понимаете? То есть вот сейчас в радиотехнике мы используем поляризацию, но со своей корыстной целью. Телевизионный сигнал мы вот так передаем, а звуковой для радиостанции вот так, чтобы они не мешались. А они внутри информационные сигналы. Часть так, а часть так. И это загадка. Значит, а я вам скажу, что мне пришло на мысль. А зачем поляризация используется? Поляризация может быть использована только в том случае, если нужно получить объемный сигнал. Значит, мы передаем сигналы плоские. Наш вот телевизионный кадр, он плоский. Мы его картинку сфотографировали, разрезали на строчечки и строчечки передали. Нам не нужна никакая поляризация. Голограмма передавали. Да. А вот в 7D голограмме там уже нужны поляризованные сигналы. Значит, получается, пирамида, пирамиды не просто звук передавали, не просто музыку, а поляризованную в объем музыку. Объемную музыку. То есть в них это все равно, что музыканты, у нас музыканты все вот так сидят, что часть музыкантов посадить вот так вот на стенку. Понимаете? И получится объемная музыка. То есть пирамида передавала объемную музыку, потому что использовала две поляризации. Значит, это был объем. То есть им надо было... И это вот одна из особенностей. Далее смотрите. Вот в пирамиде вот эти вот каналы, по которым шло 12-25 Гц, вот сюда на камеру, которая излучалась снизу, вибратор, она проходила через рамочные камни. Ну, в пирамиде Хеопса их нашли. Это из базальта или гранита, по-моему, из базальта, вырезанные такие рамки из цельного куска, которые были сверху на этот канал одеты. Они... Канал не опирался. Сначала думали, это как опора для канала. Потом нашли, что не опирается. И он был внутри пирамиды, и снаружи не было видно этого камня. Понимаете? Никак вот этих рамочных камней. Их обнаружили, когда стенки стали ломать, думая там, вклады какие-то, И нашли вот эти рамочные камни. Ученые не могут объяснить, историки, что это рамочные, что и для чего они это сделали. Их не видно ни снаружи, ни снутри. Если это у вас гробница, зачем вы туда засунули столько усилий рамочные камни? Они говорят, а, наверное, это ворота. Ворота, через которые душа Параона с низкой камеры. Она вот через первые ворота. Даже там придумали какие-то мифы. Через вторые ворота. Я вам, ребята, говорю, если это ворота, то хоть нарисуйте их в этом, чтобы красиво было хоть. Чтобы душе Параона приятно было. Вот одни ворота. А вы спрятали их ни снаружи, ни снутри. Никто их не видит. Ни Параон. Ну что за бред вы несете? А в радиотехнике, когда я это увидел, я сразу сказал, это единство, это чисто радиотехническое приспособление. Это рамочные камни мы используем там, где мы используем развертку сигнала. Что значит развертку сигнала? Мы вот берем кадр, да, телевизионный, режем его на строчки и потом склеиваем длинную линию и передаем ее последовательную связь. И каждую строчку синхроимпульс ставим, чтобы потом нарезать и снова кадр сложить. Так вот, в таких сигналах надо очень узкие синхроимпульсы, у которых фронт работает, по фронту. И потом склеиваем. И получилось, когда мы телевизор сделали, такой сигнал сделали, разрезали, послали, у нас из-за шума дрожат эти рамки. И когда вертикальную линию на телевизоре отсосовали, она так зигзагом была. И долго мучились, мучились, никак, и нашли простой способ. Поставили рамочный камень. Это называется ферритовый камень. То есть, в чем случае, вот вы увидите, везде, где применяется сигнал развертный, в виде кадров, это компьютерная сеть, телевизионная, везде ставят вот такие набалдашники на провода. Вот видите, вот набалдашник стоит, вот он. Потому что сюда идет развернутый сигнал. Он что делает? Он подбирается, камень таким образом, чтобы высокая частота в нем резонировала и превращалась в тепло. То есть, синхросигналы дрожат на высокой частоте, проходя через эти камни, они уже не дрожат. Высокочастотная составляющая здесь в тепло уходит. В результате все стабилизируется. Если они в пирамиду Хеопса поставили рамочные камни, значит, сигнал был развернут, в кадры. А кадры были не кадры, а объемные вещи. Вот еще одна тонкость, которая четко говорит, ну понимаете, чтобы вот это вот рассказывать, это не может, понимаете, это не может рассказывать ни археолог, ни историк. Они же не знают ни волновой теории, они не знают ни аргетической основы цивилизации. Они думают, что все на Земле создано для могил. Для могил и храмов. Для культовых сооружений. В результате фраза в каменном веке, когда люди не знали электричества, телевидо смотрели при свечах, она имеет место. Значит, вот еще одна особенность, обращаю ваше внимание. рамочные камни и везде пишут. Это до сих пор никем не объяснено. В 2013 году, вот я статью эту поместил, все объяснено. Только вы признавать это не хотите. Далее, значит, меня заинтересовал, помните, тот волновод, который в реку Нилу уходил, да? И меня интересно, а то они туда энергию давали информационно или брали. И я стал сразу вот эту макросхему когда поскачал, посмотрел, ну, и я вот смотрю, на входе микросхемы, вот видите, входит этот канал, а вот здесь такие каналчики специально с согласованными отверстиями и выходят в резонансные камеры 14-метровые, находящиеся на противоположных сторонах. Одна камера заполнена полуволновыми резонаторами, настроенными на передающие частоты, а вторая пустая. Так вот эта схема, есть схема противофазного подавления шумов, которая с 50-х годов используется всегда у нас в радиосвязи. На всех приемниках ставят противофазную систему подавления шумов. В чем она заключается? Сюда сигнал пришел зашумленный, да? Они вот сюда его завели, он зарезонировал, но здесь, видите, резонаторы, информационные частоты усилятся, а шум останется такой, как был, потому что он в резонанс не входит. А вот в этой камере и шум, и сигналы одинаково усилятся. А так как они потом обратно в противофазе придут, ну вот формула, шум сложится в ноль, а чистый сигнал сюда зайдет. А раз они поставили противофазную подавлению шумов на входе в макросхему, значит сигнал отсюда шел. Никто никогда не ставит на передатчике противофазное подавление шумов. Это бессмысленно, потому что ты в шумную мир пускаешь сигнал, еще его, противофазную систему, и вот только на приемниках ставят. Значит, вот это приемник. Отсюда получается, что пирамида спускала пирамидальный комплекс волновод, и откуда она брала информацию. А это говорит о том, что все пирамидальные комплексы были синхронизированы на Земле, как у нас сейчас все электростанции. Через воду, через воду получается. Да.